МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый вопрос. Какие же главные задачи несет на себе уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае? Юлия, прежде всего нужно сказать, что уполномоченный по защите прав предпринимателей это государственная должность. И в связи с этим, конечно, наша деятельность регламентируется действующим законодательством. Прежде всего, это два закона, федеральный и региональный, об уполномоченных по защите прав предпринимателей, соответственно, в Российской Федерации и Приморском крае. И вот этими двумя законами четко прописаны основные задачи. Это защита законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории Приморского края, либо тех, чьи права нарушены на территории Приморского края. Мы также осуществляем контроль за соблюдением этих прав и законных интересов. И если, не дай бог, эти права нарушены, то всячески содействуем предпринимателям в восстановлении этих прав. Кроме этого, мы занимаемся правовым просвещением, мы участвуем в формировании государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства, в работе по улучшению бизнес-климата, совершенствованию законодательной базы, в общем, все, что связано со сферой предпринимательской деятельности. Сегодня эти ориентиры каким-то образом меняются или нет? Ну, я бы сказала, что цели и задачи, так как они утверждены, да, они утверждены законодательно, они остаются неизменными. Но, как вы правильно сказали, акценты, ориентиры, они, конечно, меняются в зависимости от, ну, в целом состояния экономики, состояния бизнеса, может быть, даже отдельного предпринимателя. Здесь, конечно, есть свои особенности. Насколько широко наше предпринимательское сообщество в регионе? Много у нас тех, кто занимается бизнесом? Ну, такой, бывает. Ну, бизнесом у нас на сегодняшний день малый и средний предприниматель – это почти 84 тысячи, ну, единиц, наверное, правильно будет сказать. Санкционное давление, которое оказывается сейчас на бизнес, да, мы все находимся, наша страна находится под санкциями. Что вот в этом направлении можете сказать, отметить, подчеркнуть? Где-то в середине апреля Борис Юрьевич Титов проводил опрос предпринимателей, и в нем приняли участие и приморские предприниматели. Вот 74% опрошенных заявили, что их деятельность в той или иной мере, и их деятельность в той или иной мере коснулись объявленные санкции. 15% опрошенных заявили о том, что они достаточно серьезно пострадали от этих санкций. Ну, конечно, если говорить о таких серьезно пострадавших, то, конечно, в первую очередь это предприятия, которые были заняты во внешнеэкономической деятельности. Это те предприниматели, которые имели прямые контракты с партнерами из недружественных сейчас России стран. Это те предприятия, которые в составе своего сырья, комплектующих различных оборудования, имели импортную составляющую, опять же, которая поставлялась им из стран, да, не дружественных Российской Федерации стран. Серьезно пострадала сейчас у нас лесная отрасль, те предприятия, которые занимались экспортом пиломатериалов в Японию. Вы знаете, что Япония наложила запрет. Можно отнести сюда кинотеатры, тоже здесь с санкциями. Я думаю, что сюда можно отнести и торговые центры. Вы видите, что в отдельных торговых центрах закрыты чуть ли не этажи. Это как раз те бренды, которые приостановили работу в Российской Федерации, и пока магазины стоят просто закрытыми. В общем-то, сюда необходимо отнести и тех предпринимателей, которые получили кредиты ранее в региональных банках. Вы знаете, что я много говорила об этом и писали, и мы разбирались в этом, что региональные банки подняли ставки вслед за ростом ключевой ставки. И, конечно, инвест-проекты оказались под огромными рисками. Да, предпринимателям, наверное, сегодня досталось. Действительно, даже глядя на те же магазины, как простой покупатель, как простой обыватель, заходя в магазин, я просто наблюдаю картину, когда все закрыто. И у меня, у покупателя, это вызывает состояние стресса некоторого. Я представляю, в каком стрессе сегодня, наверное, находится наш бизнес. Здесь же еще нужно понимать, что даже если в том же торговом центре закрыты те магазины, которые объявили о приостановлении деятельности, и мы слышим, что некоторые говорят, ну ладно, приостановили мы в другие, пойдем, не беда. Беда в том, что часть людей все-таки ходила в эти магазины, и в целом трафик посещения того или иного торгового центра, он снижается. Я разговаривала с руководителями торговых центров, действительно, из-за того, что часть предприятий закрыты, в целом трафик снижается. Тогда вопрос о мерах поддержки. Государственная поддержка, поддержка со стороны банков какая-то оказывается предпринимателям, которые сегодня несут убытки? Конечно, на федеральном уровне принят уже ряд пакетов мер поддержки экономики. Ну, я бы сказала, это государственная поддержка, и банки просто участвуют в ее реализации. Сами по себе они, наверное, вряд ли представляют поддержку, они просто участвуют в реализации тех программ, тех мер поддержки, которые представляет правительство Российской Федерации. Есть серьезные поддержки, меры поддержки по отраслям. Это можно отметить строительная отрасль, это IT-отрасль, отрасль туризма. В сфере закупок очень много мер поддержки. Но также следует отметить и наиболее такие меры поддержки, которые наиболее широкие, и предприниматели отмечают их как наиболее эффективные. Это объявленный мораторий на проверки. Он касается всех видов деятельности, и малого, и среднего предпринимательства, и плановые, и внеплановые проверки. Последние годы было объявлено несколько раз уже мораторий. Но вот действующий мораторий, на мой взгляд, он самый такой серьезный. Он очень жестко контролируется со стороны органов прокуратуры, Минэкономразвития Российской Федерации. И, на мой взгляд, это действительно такая реальная мера поддержки. Кроме этого, нужно отметить постановление правительства Российской Федерации, которое в автоматическом режиме продлевает действия различных разрешительных документов. Лицензии, аккредитации, разрешений. Там более ста видов. Более ста видов, начиная от всем известной лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и заканчивая разрешением на перевозку такси, разрешением на перевозку опасных грузов, разрешение на обучение водителей, повод как раз для перевозки опасных грузов. То есть очень много, более ста видов предпринимательской деятельности сейчас просто автоматом продлились. Я думаю, что это очень существенный вид поддержки. Кроме этого, объявлены моратории на банкротство по инициативе банков, банкротство субъектов предпринимательской деятельности по инициативе банков, проверки валютного контроля, блокировка расчетных счетов. Это такие, на первый взгляд, самые основные, которые касаются всех субъектов. Конечно, представлены льготные кредиты. Отношение разное у предпринимателей к этим льготным кредитам, потому что ставка там 15%, а до кризиса она была 7-9. Но, тем не менее, есть льготные кредиты по некоторым отраслям, как я говорю, уже IT-отрасль, там есть пониженные ставки. Да, и об этом даже президент объявлял. А что касается нашего Приморского края, может быть, здесь есть какие-то свои инициативы, своя поддержка? В Приморском крае, наряду с федеральной мерой поддержки по переносу сроков уплаты налогов, но было принято региональное постановление. Но если федеральная норма касалась отдельных отраслей, то в Приморском крае продлены сроки уплаты специальных налоговых режимов вне зависимости от отрасли, то есть по всем отраслям. Приморские предприниматели могут взять микрокредиты, начиная от 1% до 12% годовых, в зависимости от назначения кредита и вида кредита, целевого его назначения. Снижена ставка по гарантиям для производственных и сельхозпредприятий, она составляет 0,25%. Это вот те меры, которые были приняты, так сказать, отдельно от федеральных. Кроме того, в Приморском крае ведется работа уже по реализации тех федеральных мер, ну, допустим, федерации принятые мер в сфере туризма. Но для того, чтобы ими предприниматели воспользоваться, регион должен провести определенную работу, да, программы, нормативные акты. И регион вот сейчас этим занимается, чтобы объявленные федеральные поддержки смогли воспользоваться приморские предприниматели. Но я правильно понимаю, что административное давление сегодня, оно снижается? Или все же нет? Ну, вы знаете, вообще, конечно, с одной стороны, правительство края работает над улучшением инвестиционного климата. В крае реализуются дорожные карты. И по части, ну, по нескольким там видам государственных услуг действительно достигнуты неплохие результаты. Но в целом предприниматели говорят о том, что зачастую можно слышать, да, что предприниматели говорят, нам не надо поддержки, нам лучше не мешайте. Я сама 17 лет занималась бизнесом и знаю, что для предпринимателя, ну, наверное, важно предсказуемость, ну, спокойность, но, по крайней мере, вот наибольше, наверное, правильно сказать, предсказуемость. И в этой связи, мне кажется, что нужно больше внимания уделять именно сокращению, упрощению процедур разрешительных различных, сокращению сроков этих процедур, о чем вот я и говорила, что занимается правительство края. У нас, если посмотреть, вот за последние там три года, у нас значительно сокращены сроки получения разрешения на строительство, на 50 дней сократили. У нас практически в два раза сократили, опять же, период, который тратит предприниматель на присоединение к инженерным сетям. Сейчас эта вся процедура переводится в электронный вид. Это очень большая такая системная работа, которая проводится правительством края в рамках как раз улучшения инвестиционного климата. И надо сказать, что губернатор лично контролирует эту работу по улучшению инвестиционного климата. Под его председательством проходят инвестиционные советы, организационные штабы. И, что важно, все эти мероприятия проводятся и ведутся совместно с бизнес-сообществом. То есть это не отдельная работа правительства края. Это совместная работа органов власти, края, муниципалитетов, предпринимательского сообщества. Мне кажется, что это очень важный акцент. А что касается аппарата уполномоченного, то есть вас, скажем так, да, какие инициативы в плане поддержки были выдвинуты аппаратом уполномоченного? Ну, у нас, смотрите, вот как раз мы говорили про административное давление, да, и говоря об административном давлении, к сожалению, в 2020 году по итогам инвестиционного рейтинга Приморский край занял хуже позицию, чем в предыдущем году, как раз по показателю административное давление, показатель Б2. И в связи с этим, как раз уполномоченный наш аппарат, мы предложили правительство края ряд предложений, которые, на наш взгляд, должны были изменить эту ситуацию. Первое, что мы предложили, у нас работает совет по КНД, контрольно-надзорной деятельности при губернаторе Приморского края, где контрольно-надзорные органы отчитываются о своей деятельности. И мы предложили, что в этих отчетах не нужно говорить только о количестве проверок. Это ни о чем, по сути, не говорит. Нужно говорить о доле предупреждений в общей количестве наказаний. Нужно говорить о доле субъектов предпринимательской деятельности, подвершихся контролю. В этой связи, мне кажется, что как раз будет видно тот уровень, наверное, репрессивности контрольно-надзорного органа, какую работу он проводит. Работает ли он в логике реформы контрольно-надзорной деятельности, нового федерального закона, которые направлены именно на профилактику. Поэтому доля предупреждений, на мой взгляд, это очень важная. Если говорить по мерам поддержки, то да, конечно, мы в марте месяце текущего года вышли уже с рядом инициатив. И я хочу сказать, что наши инициативы, во-первых, они были и на федеральном уровне, в целом институты уполномоченных они были и на региональном уровне. И надо сказать, что часть инициатив уже принята и на федеральном уровне, и на региональном уровне. Первые наши инициативы были. Первое, это у меня было снятие всех ковидных ограничений. Вы знаете, что в Приморском крае практически сняты. И второе, это был мораторий на проверки. Вы знаете, что и то, и то принято. Но я не говоря об инициативах, нельзя, наверное, останавливаться только на мерах поддержки. Мы ведь институт, который занимается не только рассмотрением обращений. Несмотря на то, что эта работа занимает у нас, ну, наверное, достаточно большое время, все-таки я считаю, что стратегической задачей нашего института является решение системных проблем. И мы как раз при рассмотрении тех же обращений мы выявляем системные проблемы, при проведении встреч с предпринимателями, при анализе законодательства. И тогда мы, опять же, совместно с бизнес-сообществом, мы формируем какие-то предложения и выносим их либо на региональный уровень, муниципальный, либо федеральный, в зависимости от инициативы. Я хочу привести пример, который очень важен для бизнес-сообщества. Мы несколько лет подряд выходили с инициативой об исключении одновременного привлечения к административной ответственности должностное лицо и юридическое лицо. Вот весной этого года в кодекс административных правонарушений наконец-то эти поправки были внесены. И это, конечно, хорошая новость для предпринимателей. Мы участвуем совместно с бизнес-сообществом в процедуре оценки регулирующего воздействия проектов нормативных актов. Это когда органы власти подготовили проект. И для того, чтобы понять, каким образом он будет действовать на предпринимательскую деятельность, есть такая процедура. И мы много раз вносили туда свои поправки в отдельные правовые акты, проекты. И я хочу сказать, что 80% наших предложений в рамках оценки принимается. Что же необходимо для создания благоприятного бизнес-климата? Я уже сказала, это упрощение процедур. Это упрощение процедур. Это сокращение сроков получения различных разрешительных документов. И это более-менее предсказуемость. И, конечно, нужно исключить введение новых непроизводственных издержек. К сожалению, последние несколько лет вводятся новые и новые требования, которые влекут за собой значительные материальные издержки, что, конечно, снижает рентабельность бизнеса. Следующий вопрос я зачитаю. У вас был ежегодный доклад. Вот в этом ежегодном докладе о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей вы анализируете поступившие от бизнеса жалобы и обращения. И есть ли разница, с какими решениями обращались предприниматели в прежние годы, а с какими сейчас? Да, есть разница. Я бы сказала, допустим, вот пять лет назад, ну не пять лет, можно даже больше сказать. В этом году, кстати, Институту уполномоченных исполняется десять лет. Поздравляю. Да, и вот если говорить о начале нашей деятельности, то очень много обращений было связано с контрольно-надзорной деятельностью. За эти годы было начато, также не без участия, я бы сказала, Институту уполномоченных было начато, что реформа контрольно-надзорной деятельности, были объявлены несколько мораториев, и сейчас обращения, связанные с контрольно-надзорной деятельностью, составляют не более одного процента. Допустим, опять же, если у нас в прошлом году, по итогам прошлого года, у нас количество обращений по сравнению с 2020 годом снизилось в три раза. То есть мы сейчас понимаем, что 2021 год был наиболее спокойным. Но в 2020 году более 50% обращений были связаны как раз с введением ограничений, вот ковидных ограничений. То есть отчетливо видно. В 2019 году, с 2020 года был отменен единый налог на вмененный доход. Весь 2019 год у нас огромный поток был писем, которые говорили о том, что вмененку нужно оставить. Сейчас, в начале этого года, лишили мелкую ювелирную розницу, применение специальных налоговых режимов. Также я в марте получила поток писем по этой проблеме. Начали вводиться санкции, начали подниматься кредитные ставки. То есть как только что-то случается... В бизнесе, да, у меня получается поток писем. Поэтому вот даже по обращениям, сделав, мы делаем по квартально срез обращений, по каким правоотношениям они поступают. И уже по этим правоотношениям можно даже судить о состоянии бизнеса, что волнует бизнес в определенный период. А какой-то прогноз можно сделать, что будет волновать в ближайший год, скажем? До конца 2022 года, конечно, будет волновать ситуация, связанная с санкциями. Она одномоментно не рассосется. И нарушены логистические цепочки. У кого-то нарушены бизнес-процессы. И, конечно, я думаю, что от предпринимателей будут обращения, связанные именно с текущей ситуацией. Приведите какой-нибудь успешный пример того, когда предприниматель обратился к вам за помощью, и его права были восстановлены. Ну, я, наверное, здесь приведу... Я уже много раз об этом говорила, но все равно его еще раз приведу, потому что я очень горжусь этой работой, очень горжусь этой победой. И она была не для одного предпринимателя, как я вам уже ранее говорила, системная. То есть при работе над жалобой одного предпринимателя мы решили системную проблему. У нас был многолетний спор бизнес-сообщества, уполномоченного с администрацией города Владивостока по применению 621-й статьи Гражданского кодекса в части земельных правоотношений. И вот в прошлом году мы наконец-то доказали, что применяется эта статья к этим правоотношениям, о том, что права предпринимателей, которые были записей в Росреестре, в ИГРН, были по распоряжению администрации города, были исключены записи об обременении. То есть, по сути, предприниматели в одностороннем порядке лишили права аренды. И вот при участии Бориса Юрьевича Титова, уполномоченного при президенте, при участии Дмитрия Викторовича Демешина, заместителя генерального прокурора, мы этот вопрос решили. И мы одномоментно восстановили более 500 прав предпринимателей в городе Владивостоке. За исключением только тех, чей участок успели уже отдать третьим лицам. И сейчас вот эти предприниматели находятся в судебных процессах. Это вот такая, ну, я считаю, что серьезная победа. И пример, наверное, как можно, рассматривая одно обращение, восстановить права целой категории. Целой категории. Да, это очень такая. В прошлом году также мы помогли предпринимателю восстановить кредитную линию с банком МСП. И реализация инвестиционного проекта продолжилась. А проект ни много ни мало 720 миллионов рублей. Поэтому я считаю, что это тоже очень важная победа. не только для предпринимателей, но и для всего Приморского края. Потому что деньги вкладываются в экономику Приморского края. Много, конечно, отдельных побед, которые, ну, такие, я бы сказала, регулярные. Да, повторяющиеся. Да, где-то там разрешение получили, то или иное ускорили, где-то там чего-то отменили. А вот эти победы, которые я назвала, они такие, ну, очень существенные. И, мне кажется, системные. Мне кажется, говорят о том, что вот решение системных проблем все-таки очень важно. 26 мая отмечается День предпринимателя. Восьмой канал хочет поздравить вас лично и все наше бизнес-сообщество с этим замечательным праздником, назовем его так. Что вы можете пожелать нашим зрителям и нашим предпринимателям? Юлия, большое спасибо. И я хочу обратиться прямо к предпринимателям. Уважаемые предприниматели, дорогие друзья, коллеги, прежде всего я выражаю благодарность за ваш каждодневный нелегкий труд, благодарность за вашу активность, за вашу смелость, за силу, за характер, несмотря ни на какие кризисы вы каждый день производите, продаете, оказываете услуги. И вот в это непростое время я уверена, что наш приморский бизнес справится со всеми проблемами и не только справится, но и найдет и не упустит свои возможности. А институт уполномоченного всегда рядом и готов прийти вам на помощь. Я абсолютно верю в приморский бизнес и верю, что мы все вместе с вами выйдем из этой ситуации еще более сильнее и мудрее. Я от всей души поздравляю вас с праздником, с Днем Российского предпринимательства, желаю вам успеха в бизнесе, процветания вашему бизнесу, здоровья, счастья и благополучия вашим семьям. Вам спасибо, Юлия, за то, что освещаете нашу работу, освещаете вообще деятельность предпринимательства. Я думаю, что это очень важно. Вам спасибо за работу, вы делаете большое дело. И хочется всегда таким людям говорить поменьше вам работы. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о предпринимательском сообществе. В гостях у нас была уполномоченная по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...